добрый день дорогие друзья мы рады приветствовать вас в проекте белта страна говорит завершается сельскохозяйственный год в беларуси очень хорошее время подвести некоторые итоги и поговорить о том как складывается ситуация с прод безопасностью беларуси у наших соседей как она складывается в мире попытаемся поговорить и ответить на наиболее злободневные вопросы владимир понимая что год будет непростой глава государства наверное еще весной нацеливал вашу отрасль всех нас на то что надо собрать очень достойный урожай постараться так говорил президент не потерять ни одного зернышка чтобы вырос хороший урожай себе и на экспорт какой он получился урожай 2022 сегодня уже об этом можно говорить там по некоторым позициям звучала информация он даже рекордно конечно по отдельным позициям мы на самом деле добились рекордов но если начинать самого начала то хотел бы отметить что словам президента отнеслись все достаточно с высокой ответственностью и вся на все специалисты сельского хозяйства начиная от рядового работника и заканчивая министром сельского хозяйства вице-премьером курирующего сельское хозяйство было сделано многое уделено значительное внимание проведению весенней полевой кампании заготовки кормов уборочной кампании при этом сейчас ведутся работы и по заделу на предстоящий двадцать третий год все было сделано с большим с достоинством и на высоком уровне конечно без поддержки главы государства и правительства которое было уделено в этом году внимание сельскому хозяйству этого невозможно было бы не достичь была оказана помощь и в топливе и в приобретении запчастей для нашей техники ну и аграрии конечно в этом году порадовали нас своими результатами по отдельным позициям сельскохозяйственных культур этот год был урожайный то есть мы получили вместе с рапсом это более 11 миллионов зерна и рапса приблизились если отдельно мы говорим о рапсе то мы приблизились к миллиону производства рапса масличных культур высокий у нас урожай и но тристы заготовили в этом году значительные приросты по сахарной свекле по овощам по картофелю поэтому мы обеспечиваем нашу продовольственную безопасность нашей страны и конечно у нас есть существенный задел для создания экспортного потенциала которое как и ставит глава государства нам задачу не через сырье а через продукцию животноводства то есть у нас есть возможность накормить наш скот произвести значительное количество молока мясо и реализовать на экспорт тем странам которые нуждаются и которые готовы за этот продукт заплатить хороший урожай залог хорошего экспорта данном смотрели по статистике беларусь в последние годы рекордно плюсуют по продовольствию да где-то по продаже продовольствия на внешние рынки это около миллиарда долларов и даже более то есть таких наверное объемов мы не ожидали но сегодня мы уже по-хорошему привыкли к тому что такие такие результаты у нас случается как как видят в минсельхозпроди ситуацию по экспорту в этом году планку 8 миллиардов возьмем конечно задача это стоит 8 миллиардов и скажем так мы не останавливаемся на этой планке то есть мы и скажем видя сейчас и просчитывая возможность получения 8 миллиардов все равно стоит четкая задача по расширению географии поставок по углублению ассортимента и более высокомаржинальной продукции и по возможности перешагнуть данный рубеж задача это стоит и специалисты на всех уровнях нацелены именно на эту задачу максимально привлечение валюты в страну получения оплаты скажем так добавленной стоимости нашей добавленной стоимости сформированной в нашей стране зарубежными нашими партнерами как я цифра мы видим сегодня на середину ноября по экспорту мы уже прирастаем к соответствующему периоду прошлого года более чем над четверть поэтому тенденция сохраняется и снижение не предполагается то есть мы с этим темпом двигаемся новый год скажем так ввиду санкций которые введены в отношении нашей страны как изменилось изменился число стран которые мы поставляем свою продукцию кто остальные наши покупатели сегодня но премиальный рынок это все равно как и было и остается российская федерация куда мы поставляем порядка 70 процентов нашей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания но при этом мы активно работаем со странами азии значительно увеличивается у нас экспорт и в китайскую народную республику но при этом несмотря что отдельно страны ну скажем так не люди в странах главы государства отдельных стран вводят санкции в отношении нашей продукции поставки она учитывая высокое качество нашей продукции и высокие потребительских качества и востребованность мы не прекращаем поставки продукции в европейские страны особенно страны которые без гранища с нашей республикой то есть потребители европейских стран с радостью принимает наш продукт я готовил такую цифру более 100 стран сегодня импортировать наши продукты да где-то у нас в целом идет более 100 стран колебания там конечно где-то одна страна в которую условно говоря поставлен там одна машина масло сегодня это было условно какая эксперимент по вопрос цены и про эффективности данные сделки то есть может эта страна на данный момент не не продлить этот и наш производитель может уйти с такой стороны мы понимаем что продукция востребовано и ищем в итоге наиболее маржинальные рынки где можно максимально получить прибыль при этом для производителя это достаточно важный момент что благодаря высокой маржинальности внешних рынков это позволяет нашему производителю все-таки нивелировать рост цен в республике беларусь делая продукт наш более доступные для внутреннего рынка какая ситуация сейчас по вашему мониторингу и время отслеживать ситуации складывается на мировых продовольственных рынках и котировки там вот и что происходит на все видим новости если например в германии простые граждане просят у канцеля расшольца чтобы он снова сделал шоуру за 4 евро не за 7 наверное что-то не в порядке в этом королевстве конечно просматриваемые котировки смотрим цены как зарубежных стран внутренних рынков как и биржевые такие на полке информацию собираем по отдельным позициям конечно рост цен это вообще запредельно это и 80 процентов за год да да вот сейчас складывается текущем году прирост цен там на сухие продукты на масло то есть так и теория продукции которые у нас достаточно экспортно ориентированы и рост цен конечно ну да повторюсь по отдельным позициям доходит до 80 процентов и даже по самой информации фаво предполагать что все-таки мир сталкивается с продовольственным кризисом который во многом обусловлен санкциями в отношении беларуси и россии все ожидают и зимний период из-за дороговизны энергоресурсов что возможно даже перестановится производством овощных культур и зимних теплицах из-за дороговизны и давление ресурс ресурсов а скажем так тот факт что были отказа отказ от наш от поставок наших удобрениях правильно он может этого года результат не так сильно сказывается но он будет сказываться в последующих то есть не внесение удобрений в этом году это отбрасывает все производство сельскохозяйственной продукции на годы то есть восполнить потом этот недостаток будет намного сложнее и специалисты фау об этом принципе подтверждают наше видение негативное видение той политики которую выбрали ну как мы называем это коллективный запад то есть это ущерб и нанесение ущерба своим гражданам преследования некий непонятных политических целей зима уже на пороге всех простых потребителей белорусов волнует разумеется такой вопрос как сегодня заполнен наши стоп фонд вот насколько процентов они заложены вот и как заключается договоры сегодня с розничными сетями мы говоря что мы видим на прилавках до следующей весны до лета правильно в этом году изменился несколько формат по стоп фондам все-таки чтобы обезопасить и гарантировать белорусскому потребителю стабильность цены борщевого набора в этом году увеличены стоп фондов где-то в среднем на 30 процентов они на данный момент произведена их закладка и под завершена когда завершена да и подписываются в принципе на завершающих уже стадиях идет подписание договоров между торговыми сетями и производителями на выборку данных фондов с разбивкой там по миссии по месяцам как требует потребление внутреннего рынка и это уже будет на данный момент и будет выступать гарантом сдерживания цены понятно что рост цены мы должны тоже понимать что хранение продукции это тоже затратный механизм это обслуживание хранилищ обеспечивание режимов хранения но это будет достаточно прозрачный механизм увеличения цены на процент затрат по хранению получается что-то прирост в закладке в стоп фонд до 30 процентов это такой веский гарант того что до следующего он просчитан с учетом потребностей внутреннего рынка и цены расти не будут получать это будет выступать гарантом не могу не спросить такой вопрос у всех на слуху наверное он волнует многих поскольку обсуждался на уровне главы государства тетропак некоторые недобросовестно наши партнеры давнишние прекратили его поставку вот как сегодня решается вопрос я знаю что перед миссельхозпродом поставлена довольно жесткая задача найти тетропак из других стран заместитель глава государства поставил конкретную задачу чтобы данный вопрос и не возникал при посещении минского молочного завода номер один но этот вопрос уже минсельхозпродом прорабатывался и ранее и вопрос этот в стадии проработки и решения конечно когда вот мы в начале весны столкнулись с таким беспрецедентным фактом что долгосрочные договора которые уже не 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 один год работали и не предвещали возможность сбоя потому что помимо добросовестность исполнения обязательств это было взаимовыгодное партнерство белорусских так российских так и зарубежных партнеров и когда производитель нас столкнулся что можно оказывается просто не выполнять свои обязательства когда мы всегда говорили что европа это такой вот гарант на законности а тут вот мы хотим и не выполняем конечно запасы наши наши упаковки они имелись на складах они планомерно использовались но одновременно производитель конечно начал искать альтернативу альтернативу это китайский рынок рынок индии которые осваивали эти технологии по производству тетрапак тетрапака и в настоящий момент уже произведены во многих заводах этот тестовый разлив продукции то есть стоит продукция на выдержке потому что ну чтобы мы понимали что для этого нужен тоже некий временной лаг под так как упаковка тетрапак предполагает сохранность продукта там 6 месяцев 9 12 месяцев получение ты он тех условий на каждую упаковку требует проведение тестового разлива который предполагает нахождение на выдержке продукта на этот месяц плюс еще на 20 процентов на 30 процентов увеличена мы понимаем что если упаковка рассчитана на 12 месяцев то это 16 месяцев должна провестись тестовый раз разлив и выдержка этого продукта то есть заменить в одной части конечно это так не не получается поэтому но на данный момент восстановлены по большинству своем связи где-то изменилась конечно упаковка где-то изменился материал то есть может где-то вместо беленого картона используется там серы но он абсолютно не влияет на качество продукта и как отметил глава государства народ покупает все-таки то что находится в упаковке продукция наша молочная я повторюсь пользуется популярностью как и признанных как качественным продуктом внутри страны так и за рубежом поэтому ведутся многочисленные переговоры с поставщиками данной упаковки я повторюсь уже сделанные тестовые разливы многих заводах стоят на выдержке продукции конечно где-то проходит где-то дорабатывается упаковка под наше оборудование то есть это процесс живой он решается и на данный момент каких-то критических вопросов в данном случае не возникает на ваш взгляд сколько нам понадобится времени чтобы окончательно поставить точку в этом в этом вопросе не смотреть на запад плане тетербак понимаете мы уже в принципе на запад не смотрим да где-то так может быть если из такой формулировок исходить ну может поглядываем потому что работа ведется активно заводы эти есть и в россии есть намерение о строительстве завода и в беларуси поэтому опасений у нас никаких нет молочной отрасли наши ничего не обрежать в этом плане и понимаете еще хотел бы сказать что тетрапак это просто одна из упаковок молочного продукта то есть она не может скажем так повлиять на продовольственную безопасность нашей страны не может повлиять на экспортный потенциал то есть это просто разлив одного вида там цельномолочной продукции которая у нас производится которая многие люди достаточно используют пэт бутылку которая на собственного производства и она заменяет мы не отказались от линии которая в пленку упаковывают то есть тот же продукты мы можем упаковывать до длительного срока хранения но я знаю что многие потребители принципе не гонятся за молоком который имеет там девять месяцев срок годности хотят все-таки чтоб это было там зверь недельная поэтому это да мы приучили своего потребителя что есть разнообразие есть ассортимент видовой и по упаковке многие люди тоже выбирают из-за цвета условно говоря мы понимаем что молоко есть молоко когда цветовая гамма когда выставлен этой и красочное оформление там и витрина красиво выглядит и эстетически это но в итоге хотелось бы конечно повторить что это тот же продукт это молоко которое высокого качества на страже к качества которого стоит лаборатории и республиканского значения и областного и на предприятиях которые уже при посещении можно соизмерить с такими с подготовкой людей в космос на здоровом она высоком уровне спасибо такой просто 7 давайте вспомним каким был все таки завершающийся сельхоз год вот какими трудности вы столкнулись в регионах на своих предприятиях закупка семян или там с запасными частями для техники как они решались что касается данного вопроса то он этот год в принципе был как и каждый значит сельскохозяйственный год уникальный так мы столкнулись по всей республике в принципе с холодной ну погода и припосевной то есть холодный май был так это продлило значится вегетацию азимов культур так значится что касается уборочной кампании того к уборке мы подошли практически практически по всей республике так но в частности по витебской области август месяц без единого практически дождика так то есть погода благоприятствовала в этом году уборки урожая что касается по семенам значится то но трудности в принципе на сегодняшний день с покупкой приобретением их нету потому что львиную долю это когда варьируется от 65 до 80 процентов занимает сорта белорусской селекции вот которая ну возделывается понятно что внутри республики беларусь вот и только закупается у нас небольшая часть на сегодняшний день по это кукуруза так это гибриды кукурузы это соя ну то есть те культуры которые требуют на сегодняшний день более значит успешных более агроклиматических слоев которые на сегодняшний день в республике беларусь мы не можем получить даже там в целом клинам благоприятствовала что было противовес хочу сказать свои коллеги о том что как раз для гомельской области это был очень непростой год да правильно было отмечено что весна затянулась соответственно было холодно все полевые работы сместились приблизительно где-то на две недели это продолжалось как с начала года так и до уборочной кампании дошло но в то же самое время у нас заморозки весенние были очень продолжительные это отразилось особенно на рапсе этой культуре которые как бы все ожидали больших результатов у нас более половины площадей в результате погибло но и летом у нас конечно это жаркая температура жаркие температуры засухи если вот для сравнения скажу если в прежние годы у нас фиксировалось где-то один-два района в области которые были с засухами то за последние два года это уже пять районов области где фиксируются почвенные воздушные засухи ну сами понимаете центр области и это засуха никак не могу не отразиться и в уборочную кампанию у нас как раз почти месяц шли дожди тоже тоже затруднило уборку тем не менее все достойно справились с работами по закупка семена хочется отметить что да у нас тоже особых проблем особенно в зерновой группе никаких не возникло действительно уже на протяжении многих лет основную часть семян производят у нас в республике то есть если нет гомельской области можно купить какой-то другой области сделать этот обмен а позерн по семенам кукурузы гибридов кукурузы хочу отметить что как раз на территории гомельской и брестской области свои собственные заводы по производству их и у нас конечно высевают их по объеме приблизительно 90 процентов своих собственных семян поэтому такое большого затруднения не возникло хотя конечно рынок украины который поставлял нам на территорию республики свои семена он изменился теперь нужно переориентироваться на какие-то другие рынки нам пытались чинить проблемы на белоруссии по закупке импортных запчастей понятно что у нас это от 15 до 20 процентов импортной техники сегодня и по тракторам по зерноуборочным это только по отдельным позициям мы конечно не столь подвержены проблеме импортозамещения по технике потому что практически 96 процентов нас тракторов это отечественного производства да чуть меньше у нас зерноуборочных но это порядка все равно 90 80 процентов это зерноуборочные и кормоуборочные техники поэтому здесь благодаря совместной работе нашего минпрома и минтельхозпрода то есть по потребности техники конечно продвижение очень существенно да есть импортная техника но вопрос по запчастям решался мы тоже понимаем что за за рубежом тоже есть бизнес который необходимо развивать и они тоже заинтересованы были в работе нашей техники поставки соответствующих запчастей поэтому обчасти завозились техника ремонтировалась простоя техники по причине того что не было запчастей к импортным ну это таких фактов принципе нам неизвестно что техника не вышла современная там которая востребована на полях там какой-то зерноуборочный комбайн или кормоуборочную по причине отсутствия есть конечно отдельная и возможности аналогов у нас есть своя промышленность те же подшипники которые могут подходить ремонтная базы на уровне оба белого сервиса которые также призвать производили ремонт и техническое обслуживание поэтому вопросы эти решались и принципе они успешно были решены минская область как у вас были сделаны я хотел бы поддержать коллег в части какой был год в этот 2022 год для минской области в частности для борисовского комбината хлебопродуктов естественно был непростой но успешный в частности хотел бы дополнить пример такой конкретный пример по как мы выходили значит из той проблемы которая возникла с завозом украинских гибридов кукурузы в принципе да была определенная какая-то нервозность потому что уходило время хотя были проведены тендера заключены договора но конечном итоге уже буквально перед самой посевной было видно что эти договора будут сорваны украинские гибриды нам так и не поставили но мы это решили с легкостью решили значит заменились имена российской селекции и сегодня я хочу сказать что в этом плане у нас есть сотрудничество то есть нам достаточно производится семян российской селекции которые нам обеспечит наши потребности спасибо вы уже упомянули импортозамещение решение вопроса по запасным частям в этом сезоне я знаю что в бресте вот у нас есть директор фермерского хозяйства беркли я знаю что у вас даже собственно производство налажено импортозамещающие расскажите как вы это хочу добавить немножко вышесказанному год конечно всегда сельском грязи тяжелый нет легких годов поэтому но я считаю что брестская область в этом отношении достойно вышло потому что были сладкие запасы по запчастям и конечно было время благодаря этим запасам для маневра соответственно хозяйство успели перестроиться и достойно провести и пассивную и уборочную поэтому давайте цифры которые на сегодняшний день есть в области я думаю горят о многом что достойно скажем так год встретили и достойного про проводим с большими показателями по техника еще добавить да мы в принципе изучили тематику садовых опрыскивателей мы знаем что у нас домики большие площади плодово-ягодных насаждений поэтому разработали техника которая позволяет скажем так производить уход за садом экономия средства и в частности комплектующих хочу добавить да что где-то у нас около 30 процентов это были комплектующие непосредственно западной европы но также нам было известно что они свою очередь покупают эти комплектующие в китае соответственно клеят свои этикетки и дальше продают скажем так непосредственно территории уже западной европы соответственно нам поэтому вышли на китайских партнеров произвели закупку непосредственно них и долю им импортных запчастей в частности скажем так западной европы уменьшите примерно до трех процентов поэтому на сегодняшний день считаю что в этой ситуации тоже что позволил снизить непосредственно скажем так себестоимость продукта нашего я думаю что впоследствии я думаю бы более спокойно будем работать скажем так по выпуску данной техники ну а ваши импортозамещающие производства интересно как вы к этому пришли не просто замещающие вы знаете мы проанализировали скажем так стоимость тех изделий которые производятся и продаются нам мы посмотрели что это можно скажем так уменьшить в разы частности мы уменьшили скажем так по отношению к аналогам западноевропейским примерно в два раза цена упала поэтому считаю что есть и скажем так непосредственно поле для деятельности ну и соответственно это отразится непосредственно скажем так на себестоимость урожая поэтому надо просто дорога сидит идущий в этом направлении двигаться разрабатывать я думаю что все у нас получится сегодня озвучил цифры высокие да по урожаю 2022 но понятно что за любыми цифрами стоят люди работа в поле а самого низшего звена и так далее то есть это настроение людей с которым они приходили на рабочее место мотивация мы уже вспомнили весной было очень очень солидно вот давайте вспомнить с каким настроением работали экипаж какие можно привести примеры понимали ли люди до конца что в этом году наверное как никогда комбайнеры и так далее на них лежит особая ответственность так сказать наполнить продовольственную кубышку в кавычках беларуси что было и белорусам самим и на экспорт как реагировали экипажи как люди работали этом году расскажите хочется сказать что по моему работники аграрий это во первых те люди которые сами по себе беззаветно преданы своему делу и попробовать абсолютно абсолютно так и есть с этим согласен потому что действительно все люди которые работают сельском хозяйстве они изначально нацелены на получение результата то есть хлеб и мясо молока поэтому до дополнительная стимуляция в виде там допустим повышенной заработной платы конечно никому не помешает но тем не менее это не говорит о том что если бы примеру какие-то там вопросы не решились бы по плате то люди не вышли бы на работу нет люди все равно вышли бы на работу и делали бы свою работу они прекрасно понимают посеять нужно нужно получить результат собрать хлеб и сделать это вовремя соответственно нужно выйти и раньше и поработать попозже и целый день все равно все заняты и эти работы идут конвейером одна за другим не останавливать цепочка начиная с ранней весны до поздней осени но переработки так вообще круглосуточная круглогодичная это работа что вас не добавить абсолютно я поддерживаю здесь все что сказано и меня есть много хороших конкретных примеров где люди ну по-настоящему проявляли трудовой героизм меня вот в памяти значит такая ситуация когда во время заготовки кормовых культур значит хозяйство заканчивает закладку силосной траншеи и принципе уже перед этим люди работа люди и уставшие прочее уже темно становится но некоторые уже начинают как бы там ну собираться и подходит ко мне механизатор кормо-уборочная комбайна производства гомсельмаш такой левшонок вадим говорит николай павлович как хотите а мы сегодня это должны сделать вы понимаете это дорогого стоит это я понимаю что он уставший человек жара на улице и и ночью тогда было жарко по тем не менее скажем так не руководители структурных подразделений не я как бы их стимулировал они сами пришли и как бы изъявили это желание ну мне кажется это очень хороший пример такого что люди которые работают на селе они порой проявляют героизм не порой наверное зачастую постоянно потому что и раньше надо встать и позже лечь и и переработка и выходные и лето проходит но лето проходит в труде они скажем на отдыхе где-нибудь на море это не все прекрасно понимают и воспринимают это из года в год повторяется и они понимают что это их судьба они выбрали эту профессию и общем-то эту профессию достойно скажем так продлевает и кстати и кстати есть есть очень много примеров хороших там семейных династий это же тоже говорит что примеры сегодня их родители работали сегодня дети работают и внуки уже работают и фабрика рассвет на нем работают уже и внуки и родители и дети и все вместе до сих пор работают уже молодые люди пришли водителями работают ну и соответственно приятная преемственность и мне кажется что все кто связан с селом любая профессия она достойна уважения и там люди особые спасибо трудолюбивые я хочу добавить не даже особо загар себя поехал специалистка отдыхать но и соответственно лето было жарким горячая пора и когда приехал на юг он соответственно пришел на пляж соответственно руки загорелы загорел одеты немножко по коленах где вы загорали я ритну на на специфический загар говорит поэтому дайте люди которые преданы своему делу реальные вы знаете как наверное это как не строят на страже на это в какой-то степени люди которые отвечают за нашу продовольственную безопасность и без таких людей я вам скажу так что наверное это ось его и вся потому что все-таки на прийти начала человека накормить потом его расспросить потом наложить спать на поэтому все-таки это вещи которые они важны я знаешь наши люди понимается это это очень важно тем более на сегодняшний день когда многие поняли что в принципе мы одни и мы одни имеется до что нам не надо надеяться на запад в этом отношении никто нам помогать не собирается скажем так но слава богу россия нам поставила плечо в этом отношении и конечно люди поняли что надо работать работать и работать и тогда воздастся что можно сказать об урожайности отдельных культур в этом году что особенно порадовало в сравнении с предыдущим годом поймете в целом этот год вот несмотря какие коллеги высказались непростые были там и осенние периоды не не просто было и при уборочной и сейчас мы тоже понимаем его осенью были периоды выпадения осадков которая может создавали некое препятствие в целом конечно позиции у нас высокие как я уже говорил по отдельным культурам мы получили рекордный урожай у нас высокая урожайность в этом году и в целом позиру по зерновым 38 центнеров мы получили да может быть для отдельных передовых организаций это урожайность не самая высокая потому что до получаемые 60 и 70 на отдельных участках по пшенице у нас есть и 120 центнеров но учитывая что то в рамках все всей республики на всех площадях площадях в среднем получить урожайность 38 центнеров это нашей страны достаточно высокий уровень который мы добились высокий уровень у нас и по рапсу то есть мы тоже практически 25 центнеров получаем не состава не отстаёт конечно там и сахарная свекла по сахаристости в этом году правильно нам может где-то на отдельных участках быть ниже связи с условиями заготовками более ранний период копки сахарной свеклы она может чуть быть ниже но восстанавливаться потому что корнеплод растет до последнего пока вот не не выкапывают поэтому результаты по всем позициям получились достойные мы сегодня с гордостью говорим о том и наверное каждый беларусь эту тему сможет развить заходя в ближайший супермаркет тому что мы научились замещать и сыры и с плесенью не только и прошуто там и хамоны все это у нас уже есть мы этим гордимся вот импортозамещение в этом плане идет наверно опережающими темпами но многих есть такой вопрос вот вы уже подымали его сегодня про 70 76 процентов семян отечественного производства которое помогает сегодня провести успешную пассивную кампанию надо ли доводить этот показатель до 100 процентов и что сегодня для этого делается для того чтобы ни от кого не зависеть значит ну я думаю в принципе по семенам как бы повторюсь и на слова моих коллег что мы на сегодняшний день по семенам независимы так сто процентов если будет жесткое поручение сто процентов они и будут сто процентов я думаю тут вот два и мы это все но в силах сделать так но давайте будем смотреть реально на вещи на сегодняшний день у нас самый вот интенсивный селекционер ну это научно-практический центр по земледелию ну по основным ряда культур которые возделываются так то есть в любом случае я думаю что чтобы экономика чтобы рынок работал именно по семеноводству так должна быть какая-то конкуренция вот и завозя сюда сорта иностранной селекции гибриды иностранной селекции на сегодняшний день как говорил глава государства на втором съезде ученых в 2017 году чтобы не забронзовели вот значит должна быть конкуренция и мы смотрим на как развивается их селекция благодаря ну тому что здесь возделывается как их сорта здесь он ведут в наших условиях наши сорта на сегодняшний день настолько уникальные есть так потому что в каждом регионе есть вот такой гомельская область будь то там витебск будь то могилёв свои региональные представители значит национальной академии беларуси структурные подразделения так на опытных полях которых проводится экологическая сорта испытания это как элемент селекции на сегодняшний день так то есть что она дает не только там по например слабо-зерновую группу так не только по таким признакам как там зимостойкость там низкорослость там и так далее так проводится селекция а еще и адаптация к существующим условиям существующим потому что вот значит если опять таки возвращаясь к теме высшего разговора у нас август месяц в витебской области почти засуха в омеле это получается сплошные дожди вот поэтому но мое личное видение что до ста процентов на сегодняшний день ну нам пока собственных семян не надо но опять таки мы готовы я хочу сказать поддержать коллегу и в принципе определить что учет и ученые аграрии двиг двигаются в этом направлении правильно мы изучаем селекцию иных зарубежных сортов это же правильно взять лучше у других и освоить это производство у нас что касается все-таки семян которые по климатическим условиям нас невозможно выращивать потому что не вы это не вызревает там двухлетние какие-то виды у нас не позволяет погода то в принципе ведется работа по с партнерами с дружественных стран с той же россией которая имеет достаточно широкий климатический диапазон и на арендованных землях наши белосемена производят высадки для получения семян мы себя обеспечим и скажем так подстраховываем и в этом направлении то есть работа ведется на арендных участках зарубежных странах производится семена которые будут использованы непосредственно в нашей республике поэтому в этом направлении работа ведется сегодня прозвучало очень много позитивных моментов даже для тех кто не был в курсе отметили себя там и урожайность и различное направление работы нашего пока экспортный потенциал мы сегодня воспринимаем это как данность во многом потребитель пришел в магазин купил то что ему надо ушел приемлемая цена высокое качество мы не задумывались какую-то сметану взять или маслом знаю что все белорусское будет качество мы к этому привыкли это данность ну наверно не все помнят как это начиналось в середине 90-х годов и не все проводят прямые параллели между реализованными программами в беларуси по развитию села и всем положением дел которые мы имеем в отрасли сегодня вот такой вопрос всем участникам нашей сегодняшней встречи что главное удалось сохранить в середине упремножить в беларуси в этой сфере вот что дало сегодня нам такой высокий кпд такой высокий результат что мы превратились в мирового экспортера подовольствия по сути первую очередь конечно мы хотел сказать жесткая политика главы государства переустановление страны о поставленная задача о сохранении сельского хозяйства в понимании того что продовольственная безопасность это все-таки одна из стратегических задач по обеспечению безопасности страны и что этому надо уделять серьезное внимание и как вот сейчас и показало время что убеждаемся в этом сегодня на реальный пример не намажем такое большое внимание которое уделял глава государства и правительства за все эти годы становления беларуси охранному сектору она и дала благодаря этому результаты каждой пятилеткой были разрабатывались программы по восстановлению развитию села настоящее время мы работаем в рамках государственной программы аграрного бизнеса на 21-25 годы которые охватывали весь спектр сельского хозяйства это и растеневодство и животноводство перерабатывающую промышленность господдержка без которой все-таки невозможно было скажем так добиться тех результатов особенно в период остановления конечно вот это и есть результат всей этой полномерной работы полномерно поставленных задач задач с которых спрашивали за которые люди отвечали на местах и дал вот этот такой положительный результат и мы конечно мы видим только верхушку асберга то что мы получили мы получили продовольственную безопасность мы вошли в топ-5 экспортеров молочной продукции мы порядка 60 процентов молочной продукции экспортируем порядка 30 процентов мясной продукции нас идет на экспорт то есть мы в продовольственной плане самодостаточная страна сельское хозяйство которое стало экспортно ориентированным на мы не экспортируем сырье и чем и гордимся мы экспортируем высокую добавленную стоимость обеспечивая своих людей занятых переработки переработкой сельскохозяйственной продукции и экспортом уже продуктов с добавленной стоимостью спасибо сегодня ставка во многих регионов делается на создание агрохолдингов на укропнение хозяйства на создание сельхозпредприятий полного цикла там вот и до скажите вот ваше мнение как они сегодня показывают как какова работа их в этих непростых условиях которые мы наблюдаем на внешних рынках оправдывает ли себя это модель хозяйства мне кажется очень хорошим примером оправдывает ли именно создание холдингов это является борисовский комбинат хлебопродуктов который вы представляете который я представляю и с гордостью хочу сказать что сегодня наверное нет в нашей республике такой хозяйки которые не знают бренды как уладар как баримак кори то есть все пользуются макаронными изделиями хлебобулочными и так далее то есть это наша продукция и я хотел бы несколько именно рассказать что собой представляет вы объединяете практически половину минской области насколько я знаю наша интернационная структура или холдинг состоит из 13 организаций которые объединяют 10 района минской области в эту организацию или в эту холдинг ходит ходит значит 4 сельхозпредприятия которые с общей площадью 30 тысяч сельхозугодий и принципе в дальнейшем планируем расширать до 40 тысяч сельхозугодий сегодня начали эти сельхозпредприятия производят зерно молоко мясо достаточно сказать то что сегодня значит наше хозяйство произвели в этом году 65 тысяч тонн зерна что 1,6 раза больше чем в прошлом году сегодня наши предприятия ежедневно производят реализуют не только производят но и реализуют 100 тонн молока сегодня наши предприятия реализуют 1700 тонн свинины ну и так далее важность свинокомплекса есть у нас есть шесть свинокомплексов общей поголовье 130 тысяч свиней и принципе в дальнейшем планируем расшираться до 170 тысяч вы сегодня делаете вот выращивание кормовой базы до до конечного продукта в магазин да да собственно говоря задача этого холдинга или это ингредиционной структуры объединить от производства переработки до конечного потребителя все эти организации обмены одной целью единой целью произвести качественную довольно дешевую хорошую продукцию и и довести до потребителя и эту задачу собственно говоря выполняем с успехом я еще добавлю что значит это я рассказал что сельхоз предприятия а у нас допустим сам комбинат либо продуктов он ежегодно значит производит 70 тысяч тонн муки различных видов от пшеничной ржаной манной крупы и так далее плюс ко всему ежегодно производит 28 тысяч тонн макаронных изделий это представьте производства более двух тысяч тонн в месяц и сегодня я с гордостью заявляю что наши макаронные изделия занимают 70 процентов от всех производимых в республике беларусь макаронных изделий кроме того форма себя оправдывает однозначно однозначно эта форма себя оправдывает и наше предприятие входит в топ успешных предприятий динамично развивающихся в республике беларусь причем хочу добавить что нашему предприятию 75 лет исполняется в этом году то есть 75 лет предприятие существует динамично развивается и только увеличит свои набирает обороты вот пример как же уже полным полно прекрасных примеров которые могут отражать вот как как это динамично и на экспорте в том числе отражается начнем с того что у нас есть предприятия допустим у нас гомельская заря до мозорского района есть предприятия которые тоже начинают свою работу от полей до сети магазинов и переработка своя и комбикормовые заводы свои то есть включается целую цепочку всего для того чтобы обеспечить производство широченный спектр того что они производят и мясную продукцию молочную продукцию и овощи и фрукты гамма всего и она известна на многих рынках в любых областях и за пределами она представлена плюс допустим гомельская мясомолочная компания это тоже огромный холдинг который входит предприятие завода такие известные как рогачевский молочный комбинат и думаю все знают в том числе там а главный бренд это сгущенное молоко это мелковито это над другие мясомолочные предприятия этого холдинга конечно если говорить об экспорте то допустим по итогу девяти месяцев гомельская область экспортировала приблизительно почти на пол миллиарда долларов это большая сумма из них основную часть 95 процентов это было именно холдинга мясомолочной компании до экспорт тоже большое порядка 32 стран куда поставляются продукции это тоже как вот и говорилось о том что высокомаржинальная продукция рынок китая осваивается в этом году на 200 процентов прирос объем поставок туда то есть такие же примеры это очень интересная тема и я думаю что перспективное направление что можно сказать в рамках страны по этим предприятиям полного цикла по агроход как они себя показывают это сегодня уже массив или это небольшая прослойка они на на самом деле политика государства идет все-таки в укропнении предприятий и значит хорошего от коллегии результаты например и примеры привели эффективное производство но вот я наверное как еще хотел бы такой вот фразу озвучить что создание вот холдингов структуру объединений это еще один как вариант решение такого введения в экономике понятием справедливости то есть благодаря созданию вот этих холдингов можно использовать справедливое распределение прибыль вот я уже озвучивал что во многом перерабатывающая отрасль за счет экспорта продукции может компенсировать уровень роста цен в стране при этом мы понимаем что переработка получает с высокой маржинальностью получает прибыль и когда уже работа идет в рамках холдинга когда переработчик заинтересован в укроплении и развитие своей сырьевой зоны откуда он получает молоко мясо создание холдинга и способствует вот этому распределению прибыли более справедливой то есть не оседание то в отдельных каких-то акционерных обществ которые направлены только на цели на получение там прибыли но и на развитие в целом страны развитие сырьевой зоны и вся политика у нас построена в том что не нужен чистый переработчик который готов переработать сырье вывести за границу нужен переработчик который будет создавать и развивать свою сырьевую базу да вы же то и в мясном производстве в молочном обеспечении зерном скажем так в году и в продолжении этого также и наша знаменитая бнбк занимается производством зерна чтобы обеспечить свою потребность технологическую в этом зерне тоже поставлена задача развиваться расширять развивать вот эту сырьевую зон поэтому что я добавить бреста хотел бы добавить что тоже брещена на масса примеров присутствует да это и беловежский который на сегодняшний день 38 тысяч гектар земельник и с савушкина знаменитая да поэтому думаю что да здесь конечно когда укрепление скажем так любого бизнеса в этом направлении то он только несет положительный момент но положительные моменты первое конечно это уменьшение себестоимости продукции это уменьшение управленческого скажем так состава да это оптимизация производства кроме этого позволяет внедрить новации также еще мы забыли что скажем так вот эти предприятия несут еще не маленькую социальную нагрузку поэтому скажем так мы себе он возьмем и маленькие хозяйства то конечно нагрузка на них фактически в этом отношении никакая а уже холдинги это и соответственно и школы этой садике скажем так какие-то и санатории и проведение каких-то культ массовых мероприятий поэтому холдинг я считаю что конечно это мощная социальная база мощность специального фермер это позволить не может мне нет и маленькие хозяйства не могу себе это позволить конечно не могут быть какими-то вкраплениями в данную систему но не более поэтому конечно будущее за за большими холдингами и как вы видите что все-таки когда скажем так большое хозяйство до когда большая страна то конечно из не считается и считается нам на мировой арене на президент подверг критики все видели эту поездку темпы миллиардации по стране не можем не коснуться этой темы поставлены довольно такая напряженная жесткая задача 400000 га должно быть миллиарда миллиарда и введено все в оборот вот это прим это ближайшие три года как министр хоспорт намерен решать этот вопрос какие силы средства будут ну я так понимаю все таки дополнительно выделяться для того чтобы эту задачу решить конечно миллиарда цей правильно была критика главы государства что наше богатство это наша земля и землю мы говорится взяли только в аренду чтобы на ней произвести себя благо и передать в надлежащем состоянии нашим нашему будущем поэтому уход за землей сохранение плодородия это задача номер один главы государства правительства отраслевых министерств и задача по наращиванию да она объективно и нужно увеличивать ежегодные работы и вопрос финансирования обсуждался это на уровне и вице-премьеров и задача как бы поставлены все нацелены в основном сохранены организации мелиоративные в районах которых да где-то расформированы но задача стоит по определению все-таки предприятий которые будут выполнять данные функции вопрос стоит доскональном изучении инвентаризации техники мелиоративной кому что-то не хватает принципе при посещении президент отметил что практически вся техника необходимая для мелиорации производится в республике беларусь соответственно этот вопрос в обеспечении решить не то что возможно это объективно то есть вопрос не будет стоять обеспечение техники есть программа предусмотрена государственного программа в которой прописаны вопросы мелиорации поэтому да будет работа в этом направлении усилена и я думаю что вопросов с выполнением поставлены главой государства задачи тем более столь значимой для сохранения земель для нашего будущего будет выполнен но я читал новости министр хоть просто взял на себя такие немаленькие задачи 110 тысяч га в год до осваивая таким образом я так понимаю что все таки техника будет закупаться очень активно уже в начале следующего года уже сейчас вопросы то есть у нас есть правильный период зимние когда мелиоративной работы не ведутся поэтому сейчас активно я уже повторюсь проходит инвентаризация возможность ремонтно пригодности техники насколько она использована рациональность ее использования ну и соответственно до закупка необходимой то есть уже за заявки заказы на изготовление техники они вот уже они делаются этим работа специалисты этим вопросом занимаются давайте вопрос нашей науки по-простому объясним людям в чем сегодня плюс мелиорация почему президент сосредоточил такое пристальное внимание на этом вопросе что это дает сельскому хозяйству то есть введенные в севооборот земли если попросту значится мелиорация введенные значится земли это больше значится продукции так это значится больше раз больше продукции больше возможности ее реализации так значится это наш и экспортный потенциал не сразу глава государства говорит что все начинается земли вот то есть если у нас будет и на земле порядок вот то и полки наших магазинов будут наши граждане будут накормлены продукция которую мы дополнительно произведем с введенных площадей будет значится дальше экспортирована и республика и дальше будет значит заявлять себя как очень весомый игрок на мировой арене в части продовольствия страна себе хочу добавить вот в пример сказанному да мы находимся вот наше хозяйство находится на улучшенных землях имеется с чувствующими мелиорации раньше там были болота торфяники фактически да поэтому если бы не было пели рации фактически не было бы нас соответственно не было бы новых рабочих мест и соответственно не было бы еще дополнительно продукта который опять же уходит на экспорт поэтому вот вам живой пример сказанным что мелиорация в этом отношении очень важно ну хочется сказать вот смотрите по гомельской области миллион 200 сельскохозяйственных земель и у меня с порядка 500 тысяч миллиардных земель то есть огромный какой кусок практически половина всей площади это миллиардные конечно о том какое внимание мы должны уделять это направление но бесспорно это уход за имеющейся сетью огромной сетью каналов она ведется ежегодно и конечно только с поддержки государства эта работа не приостановлена была за все эти годы она продолжается и перспективно наперед конечно говорим о введении в сельхоз оборота есть какие-то площади которые спустя годы там заболотили закустарились их нужно разработать и ввести в сельхоз оборот конечно такие площади они дают некий нам задел потенциал того что у нас увеличится площади это будет наиболее пригодная для земледелия площади с хорошей аэрации с хорошим водным балансом для того чтобы именно возделывать там сельхозпродукцию любую будь то кормового направления будь то зернового направления спасибо готовь сани летом а трактор осенью и зимой завершился один сельскохозяйственный год тут же начинается второй ремонт техники подготовку запчасти которых мы говорили что уже делается сейчас по стране для того чтобы встретить следующую пассивную во все оружие какие может быть сделаны выводы в части пассивных площадей с прицела на экспорт из того что показал нынешний непростой год имеется ввиду в мире в европе но видите есть научно обоснованный севооборот которому мы стремимся и добиваемся этого результат то есть учеными давно уже определена какая должна быть сменяемость культур чтобы добиться максимального получения отдачи от земли поэтому задача перед аграриями стоит его соблюсти и получить результат уже для предстоящего года конечно же многое сделано есть конечно нюансы по погодным условиям но принципе мы понимаем что озимая зерновая культура дает более высокий урожай и сделан на нем акцент в этом году очень много уделено внимание озимому ячменю президент отметил что достаточно хорошей культурой в плане как использование как кормовой и и отдачи и чтобы все-таки мы пересмотрели у кого это получается работать с этой культурой не этого не было ни насаждения был скажем так на местах профессиональный подход специалистов к возможности необходимости расширения посевов то есть это было произведено поднимается зяб до год завершается зимний период на полях мы не работаем но пока позволяет погода производить спашку может быть и конечно нельзя назвать зябливой как таковой но пахота в любом случае это один из технологических процессов которые будут хорошим подспорьем весной потому что мы все равно работаем в разных условиях затяжной весны дождливой весны а уже определенная проведенная работа на полях конечно это уже какой-то плюс либо мы сможем своевременно и отсеется будет у нас больше лаг времени в подготовке заготовки кормов либо мы сделаем все вовремя то есть с той работой которую мы проделаем уже с осени у нас накоплены минеральные удобрения благодаря опять-таки вниманию главы государства и правительства максимального обеспечения минеральными удобрениями как одной из составляющей получения высоких урожаев поэтому накапливается на складах запчасти ведется ремонт техники чтобы мы уже при ранней весне были во все оружие готовы проведению весенней кампании без каких-либо там задержек уже мы друзья благодарим за то что вы нашли сегодня время быть с нами поздравляем вас с праздником большим который сегодня у нас днем работников сельского хозяйства перерабатывающей промышленности благодаря вам создается это прод безопасности который мы говорили сегодня низкий вам поклон это был проект белта страна говорит мы обсуждали очень волнующих всех вопрос тему продовольственной безопасности